Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Александре Головине, который смог забить свой первый гол с февраля месяца. Это произошло в Кубке Франции в матче 1-2 финала, и таким образом, ну, можно сказать, что Головин помог своей команде выйти в финал. Хотя там уже был счет 3-1 к тому моменту, когда Головин вышел на замену, а сам Саша забил пятый мяч в этой встрече. Но все равно, так скажем, свою лепту здесь внес, и таким образом Монако обыграл команду под названием Рюмии Вольер из 4-го французского дивизиона. Вот так повезло Монегасскому. Они попали на команду из местного, не знаю, там, ПФЛ или там любительской лиги на стадии 1-2 финала. Так сложилось. Вот повезло этой команде из 4-го дивизиона. Они вплоть до полуфинала играли только с коллективами из 3-й лиги, из 2-й, но в полуфинале налетели на Монако и вполне себе логично проиграли. Ну и вот на фоне всего этого мне стало интересно, что пишут французские фанаты об игре Головина в этой встрече. Давайте изучим. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания PaltBet, продолжает специальную акцию для подписчиков. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, то получите бонус, 3 бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Главное, не забывайте вводить промокод, который указан в описании к этому ролику. Ну а мы переходим к комментариям иностранных фанатов. В ЦС Монако написал, царь Головин попрессинговал соперника, отобрал мяч и отправил его в ворота хорошим ударом низом. Ну, хотелось бы отметить, что последнее время Головин вообще как-то поебавил в плане прессинга. Очень часто вступает в него, отнимает снаряд у соперника. Забивает мячи теперь еще после прессинга, это здорово. Потому что раньше, ну вот как-то не складывалось с завершением атак. Он отнимал мячи, создавал моменты, но не забивал. А теперь и Голешники пошли, это здорово. Футбол рейшн. Головин сила. Фрейс 2. Как я тебя люблю, голо. Ну, очень приятно, что такие комментарии пошли. Правда, недавно все Головина хейтили, что он, дескать, играет, не так и вообще переоцененный футболист, а теперь его все любят. Ну, знаете, болельщинское сердце, оно вот такое, ветреное. Людовик Ори написал, Головина решил тоже поучаствовать в вечеринке. Ну, 5-1 настоящая вечеринка для Мунако. Крока Данди написал, сделал себе маленький подарочек. Муньего 10. Наконец-то Головин исполнил все хладнокровно. Ну, Головина регулярно критикуют за плохую реализацию и нестабильность в завершающей стадии. А вот здесь он смог забить. ФК ХЗ написал, когда Головин играет с желанием, он хорош. Ну, по-моему, Головин всегда играет с желанием, просто не всегда все складывается удачно. Диоксим Бакаэн написал, мне кажется, о Головине во Франции говорят незаслуженно. Ну, говорят немало, на самом деле, учитывая то, что мы регулярно собираем достаточно много комментариев про Головина. ПРШ 9. Мало-помалу Головин все-таки учится реализовывать свои моменты. Ну, как я уже сказал, с реализацией у Головина периодически бывали проблемы. Ром Грейшвинг. Спасибо, Головин. Тальянте. Примечательно, что свой гол он не праздновал, видимо, из уважения к оппоненту. Ну, а возможно, было как-то не с руки праздновать пятый гол в забитой команде из четвертого дивизиона. Саму РНП написал, ему обычно уделяют не слишком много внимания, но, как по мне, Головин один из лучших в составе Монако. Ну, поятно, читайте подобные комментарии, но, к сожалению, здесь не все болельщики Монако согласятся с подобной постановкой вопроса. Как-то так. Сэм Халити Гоут написал, «Не думаю, что критика, которая часто высказывается в Адре из Головина, обоснована. В конце концов, этот парень делает свое дело». Ну, я бы сказал, критика в Адре из Головина порой просто неадекватна. Но, что поделаешь, французы очень большие повереды в вопросе футбола. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok